Лежу вон, денег и торгую. А как же вы торгуете, если вы спите? Лег в турке, устал. Земля вместо кровати. Так, Анатолий Леонтьев живет уже почти 4 года. На улицу его привели семейные обстоятельства. По словам мужчины, в Казани у него была семья. Но несколько лет назад он развелся с женой, квартиру оставил дочери, а сам приехал в Нижнекамск на заработки. Ну, обделывали квартиру, а потом они нас кинули, ушли, деньги не заплатили. Слезы мужчина не прячет, прошлое тяжело вспоминать. Вам легко спрошу, а мне трудно говорить. Хозяйство у Анатолия Леонтьева нехитрое. Вместо постели несколько матрасов, подушки нет и в помине. Все это он нашел на помойке. С едой немного получше. Гречневая каша, помидоры и даже печенье к чаю приносят неравнодушные люди. Работу предлагали владельцы местных кафе, но Анатолий Сергеевич отказывался. Почему, внятно объяснить не смог. Зато рассказал, кем работал в прошлом. Сейчас небольшой доход мужчине приносит бутылки, которые он находит в мусорках и сдает за деньги. Мизерная прибыль идет и от торговли вениками. Их Анатолий Леонтьев делает сам. В социальной службе города в курсе жизненной ситуации этого человека. Специалисты из Центра Милосердия уже не раз приходили сюда, но не смогли застать Анатолия Леонтьева на месте. Планируем, значит, силами социальных работников все-таки встретиться с ним, предложить ему помощь необходимую, узнать у него, имеет ли он родственников, есть ли у него документы, прописка. Если он пожелает проработать с ним вопрос направления и оформления его в центр Бомж города Набережной Челны. Если же он будет против оформления в этот центр, где ему помогут с документами, с трудоустройством и проживанием, то, к сожалению, насильно мы его туда отвезти не сможем. На вопрос, нужна ли помощь, Анатолий Сергеевич ответил утвердительно и заверил, что примет ее от сотрудников социальных учреждений. Я хочу документы установить. Самое главное для меня документы, права, паспорт. В ближайшее время социальные сотрудники еще раз приедут сюда, чтобы все же поговорить с мужчиной и оказать помощь. Мы будем следить за развитием ситуации. Анна Селезнева, Влас Симагин, N-Media.